Ребят, привет! Ну что, сегодня у нас обзор на Бульдозер 2050М Кейс Сейчас я вам все более и более подробнее расскажу Машина имеет вес 22 тонн Что касается соотношения цены и качества данной машины А это 20-22 тонны весовая Считаю, что достаточно хорошая цена Именно для этого класса Именно для этого бульдозера Итак, прежде чем начать работу Здесь есть два ручника Скажем так, один ручник на передвижение То есть, видите, да, горит? Нажимаете? Мы убрали ручник в настоящее время Мы можем спокойно передвигаться вперед-назад Но у нас не будет работать навесное оборудование А именно отвал и клык Для этого нужно отключить блокировку здесь Все, теперь бульдозер полностью в работе Полностью, так скажем, в разблокированном состоянии Что касается самой работы, ребят Вы сами все видите, сами все слышите С полной обороты Как и на любой технике Когда вы садитесь первый раз, скажем так К любой технике вы изначально привыкаете Поэтому я считаю, что все нормально Прикольно Работать можно Техника достаточно интересная Здесь мы прибавляем скорость на джойстике Скорость увеличилась И... Ну, обзор хороший Прикольный Так, ребят Ну, что касается дополнительных приборок Да, это сама приборка Дополнительная приборка с зеркалом здесь То есть здесь вы сами видите То есть это положение, регулировка и скорость печки Пожалуйста, тепло-холод Кондиционер Сама регулировка Магнитола здесь родная стоит Ну, тоже своего рода прикольно Что здесь? Допустим, мы запускаем бульдозер Пропещал зуммер Запуск возможен Все в порядке Ошибы никаких нету Минимальные обороты На этой технике 800 Максимальные 2200 Что касается джойстика На управление отвалом Это перекос влево Перекос вправо Поднятие, опускание Также на более дальней дистанции Включается плавающий режим Поехали Вернемся к джойстикам Этот джойстик на передвижение То есть вперед-назад Переключение скоростей Пониженное, повышенное Хочу сказать, что именно вперед и назад Этот бульдозер набирает максимальную скорость 9,4 км в час Что касается кабины, ребят Места здесь предостаточно В кабине довольно-таки комфортно Подлокотники здесь регулируются Жестенькие удобные Сидеть и чувствовать себя комфортно в плане работы Ну, в самом процессе работы Тоже, как бы, чувствую себя, в принципе, нормально Что касается системы охлаждения 31 литр антифриза Двигатель здесь 6-цилиндровый F5 Имеет 232 лошадиные силы Объем двигателя 7 литров Еще немаловажный фактор На рыхлителе установлены вот такие ступеньки Специально для того, чтобы было удобно проверять уровень масла Ну, соответственно, с той стороны Вставать и заправлять солярку в топливный бак Рыхло здесь с тремя стойками Объем бака здесь 400 литров Именно этот бульдозер Ознащен отвалом полусферическим 6 кубов Ну, в принципе, и так все сами видите Что касается освещения Здесь стоят обычные галогеновые фары Свет достаточно приятный, теплый, хороший Работать можно Обзор по кабине тоже достаточно хороший Везде есть, что касается техники безопасности Согласно, везде есть специальные поручни Спускаться обязательно вы должны спиной То есть по крепежам, да, по креплениям, так сказать По безопасности одна рука, две ноги Это, в принципе, на всей технике Самое главное, соблюдайте технику безопасности Ребят, в общем, обзор на этом я закончил Обзор был краткий И мне все равно хотелось бы услышать от вас Какие-то свои комментарии Послушать, что скажете лично вы сами Может быть, что-то я не сказал Я не спорю Поэтому, ребят, пожалуйста Говорите, пишите Пишите в директ Что не так Может быть, я реально чего-то не договорил Чего-то полезного